И у нас здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен Кузя, Обливион. Не самая лучшая погода, но и не самая худшая на самом-то деле. И, в общем-то, леса, небольшой лагерь, который мы тут замечательным образом разбили. И наш путь куда-то, вот в эту вот часть, где, по идее, должна находиться, ну не локация, точка со светилищем Баэтии. Потому что очень уж она мне нужна, ибо я жуть как хочу себе нормальный... Вот, 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 я уже вижу нормальный меч, который вот прям мы один раз возьмем в руку и все, чтобы прям до конца игры. Так, чтобы дополнялся образ наш целостный. Хотя нет, если это дополнять будет образ, значит наш образ нынешний не целостный. Несу какую-то хрень, простите меня. В общем, до Баэтии мы сейчас кое-как-то ковыляем. Удивительно, кстати, что Кузя умудрился здесь подняться, потому что здесь прям... Он почти как лошадь, скорее римская. Ломовая. Потому что поднимается по отвесным стенам. Ой, все, получилось отлично. Так, Баэтия. Вообще, кстати, Баэтия самая противоречивая. Или противоречивая. Я, в общем, существо. Потому что то мужик, то Баэба. Вообще, вроде у Баэтии два пола, поэтому его то мужиком называют, то Бабой. Когда как. Так, ну здрасте. У тебя, кстати, глаза очень страшные. Ты знаешь, в этом нюте светится как-то. И один, кстати, глаз... Ты че, блин, терминатор, что ли? У тебя лампочки мигают в глазах. А справа вот что-то особенные проблемы. Так, что ты мне можешь сказать? Я приближусь. Это можно. Видите, ее. Сердце Дейдер? Да, положить. Это вроде ее, а может, может, голос мужской. Это легко. Губу закатай. Баэтия сказал, что я могу принять участие в турнире Десяти Кровей. Он откроет ближайший портал. Баблин, он отправит меня туда. Ну все, вперед. Алло. Портал, ты не работаешь. Примешь ли ты участие? Конечно. Напугали. Турнир, блин, Десяти Кровей. Я уже столько дерьма хлебнула, что как-то... Клетка мне не нравится выпусти меня. Открывай ворота. Открывай ворота. А я помню, кстати, это задание. Мы все сюда пришли за наградой Правильно? О, слушай, жирненькая Хотя нет, мне показалось Фактически это арена Они знали, на что идут И я ни разу не убийца Хотя нет, Кузя, конечно, убийца Сколько народу положил Все воины, в принципе, что хорошие, что плохие Все поголовно убийцы, поэтому Вот это да Хороший удар, женщина Правда, тебя это совсем не спасет Черт, я же только стрелу натянула Ну что ты Ты лечишься там, что ли? С ума сошла? Ты это бросай Конвульсии Кираса гадюки, кстати, какая-то Сопротивление ядам О, вот это мы возьмем Так, хорошо, что-нибудь тут есть Вообще, если я не ошибаюсь На каждой локации с этими уроками Может быть То ли сундучок, то ли что-то такое Вот она отсюда вышла Мы сейчас по кругу просто пройдем Так В прохождении симов Бухтело то, что комаров мне не хватает И вот они появились Летают прямо перед лицом Тоже женщина Слушай, байте Ты че тут, это самое Мужиков мне дай сюда Нормальных таких крепких Волосатых, чтоб Чтоб как-то Я не знаю Не чувствовать себя Слишком плохо Че я одних баб-то валю Слушай, истеричка какая-то Ты меня задрала Быстрые Быстрые маленькие укусы Давай Слушайте, игра Что-то как-то действительно Очень нестабильная Фактически За одну серию Два вылета Потому что это только началось Я ее даже за серию Еще не считаю А уже Вылеты Ну, бывает Может это из-за инбы Ого, нифига у тебя тут набор Ну, возьмем Че нет-то Так, ну хорошо Вообще, конечно, не должно быть из-за инбы С другой стороны Может быть Хотя нет Я не думаю Что из-за него Если бы он каким-нибудь там Мегагрючным бы был ФПС бы все сжирал Тогда я понимаю А так-то че вдруг Ну-ну Иди сюда Вообще, конечно, забавно То, что здесь парасом Ау Отражение проклятое Парасом распределено Мы как представитель Рассы каджитов Выступаем Че-то самые хилые пока что Я тебе скажу Так-то Так-то Хорошо Ну да Всем своеобразен Что-нибудь здесь за мостик, смотри, прикольненько. А что, с этой стороны? А, вот он отсюда вышел, да? Ну, вон, следующие ворота. Ну, пойдем. Так, ладно. В принципе, я думаю, вы успели там поставить на паузу, чтобы его слова прочитать. Ну, или, в принципе, на слух можно. Ой, какой-то хиленький. Нет, ты пока что в топчике. Самых хилых. До свидания. Нифига себе. Хм, безмолвие. Но это на магов кста... Ой, нет, я даже не буду брать. Вот это я возьму. Вольтажа. Господи, надо же было так перевести. Стрелу вспышечки возьму. Слушай, у тебя много всего. Постоянно менять туда-сюда. Ой. Вот это я обязательно возьму. Это мои. Тут тоже возьму. Повреждение здоровья. Слабое. Вот забавно, да? Какая гадость. Слушай, у тебя какой-то извращенный вкус. Товарищ Баэтия. Так, кто следующий-то? А, вот-вот-вот. Тоже лучница, да? Господи. Нельзя, нельзя только... Ааа! Нельзя только на одном оружии. Всю жизнь бегать. Воин должен уметь все. Господи. Они какие-то прям... Чего у тебя там за броня-то? А, вот. Главное, в общем, что я хотела сказать. У той, у Арчи-Хилля, у кого там... 22 зелья было. Хотя у нее броня крепкая. А у этого хилая. Дейдрический лук. Тоже, да? Ну что, возьмем. У тебя тоже стрелы. Блеск. Замораживающая. Слушай, у тебя как-то со стрелами поинтереснее дело обстоит. Я тебе по секрету скажу. Вон у нее сколько всего. Всяких разных... Ну, тут мелочь совсем я не буду брать. Так, это мои. О, вот это вот тоже надо брать. Электричество, электричество. Ну, замечательно. Сколько тут еще осталось-то? Бритонца еще не было. Темного эльфа еще не было. Альтмера еще не было. Может, тут, кстати, из-за лечения вылетает? Хотя, какая связь вообще. О, призыватель. Маг. Совсем, совсем невидимый. Так. Ты начинаешь бесить? Где мы? Ну, какой-то, блин, без тапок, кстати, смотри. Дебил какой-то. Я тебя сейчас скину туда. Вот, давай, давай, спускайся. Отступай прям в лаву. До свидания. Идиот. Потому что ты каких-то дебилов набрал эти, так по секрету скажу. Прямо меня, естественно. Темные эльфы, значит, у тебя любимые, да? То, что они мой народ в рабстве держали много времени. Эу. Что-то лучников пошло. Давайте ради разнообразия, что ли. Во-первых, вот так сделаем, чтобы он не светился и не бесил меня. Даешь разнообразие в жизни. Вообще забавно. Цвета обычного. Лук зимы какой-то. Ой, у тебя еще стрела тыпзить. Хотя там была стрела без муны, можно было не брать. Вспышка, вот это мое. Вот все стрелы на урон, вот это мое. А все остальное? Это все. Не мое, соответственно. Ну ладно. Брезговать такими стрелами и не забирать их. Это прям как-то некрасиво. Чего не пропадать тут будут? Без дела. Сильный день. Ух, на будущее прям. Спасибо вашему дому, как говорится. Надо бы вылечиться. Хотя... Блин, у меня куча, 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 куча зелий. Я все равно лечусь. Сколько у меня, кстати, ради любого... Сильных зелий лечусь. Охренеть, у вас тут набор, товарищ Кузи. Еще одна магичка. Ну, кто бы сомневался. Это же Альтмер, блин. Ну и че? Только отдай мне что-нибудь. Офигеть, слушайте, а че такое? Че случилось-то? Почему у них так много этих зелий вдруг стало? Типа у меня очень большой уровень у персонажей. Вот такая фигня происходит теперь? Ну, по-моему, это как-то переборнее. Не, блин. Я не могу так жить. Хотя бы, чтобы они чуть-чуть подольше умирали. Но это смешно просто. Так. Че тут за дрожь такая периодическая? Включается в такой хих? Мне каждый раз кажется, что на меня камни валятся. Обычно такой же эффект на экране происходит. Когда землетрясение какое-нибудь. Идиот. Кажит. Ох, охренеть, смотри. Эээ, блин, ну как? Ну нет. Давайте, знаете че? Я просто хочу финальную речь послушать. Зря я в элементарь, конечно, залез. Да, просто поправилось то, что он сейчас у меня телепортнет автоматом. И я не смогу его облутать. Не, я хотела... К черту, к черту эти зелия. У нас их так как навалом. Еще сто штук найдем. А вот речь мы слушать можем только один раз. Ах, как не вовремя. Хватит лечиться, понимаете. Эу, паралич. Черт. Так, ладно. А, мы, кстати, же включили... Это самое посложнее чуть-чуть. Сейчас будет повеселее хотя бы. Финальный бой-то. С имперцем. И меня вон больнее бьют. Ты в камень бежишь, мужик. Ты знаешь об этом? Ну, со стрелами, конечно, беда. Ну, слушай, он быстрее лечится, чем я его бью. Мне это бесит темного. Умри. Умри, говорю. Да. Я вот такая, я молодец. И вот теперь мы можем с чистой, так сказать, совестью забрать эти действия лечения. Блин. Так, мне удалось победить всех последователей боителей на турнире Десяти Крови. Мне нужно вновь поговорить с лордом Дейдром. Двери открывай. Вы знаете, все-таки поразительно, как Дейдра и их задания меняются из игры в игру, потому что в обливине Дейдра очень даже ничего такая, да? Такой принц Дейдра. Но при этом, вспоминая с Карим, там прям мясня какая-то была связана с Боэтией и прям для очень злого какого-то персонажа такого. А тут прям вообще замечательно. Дух соперничества. Вначале я желаю получить оружие павших и другие трофеи. Да нет. Я уже все сделала. Ну, типа, облутать можно было, но я... Я же уже все. Ну и? И что? Я желаю вам, выбранный. Виктория в моем турнире Терпича Десяти Крови. Возьмите, Горбра. Смешайте в твоих врагов и дайте их душу, как праздник мне. Ей! Боэтия был рад моим успехам на турнире Десяти Крови. Он улучил мне золотой меч, а наш золотая марка. Вообще не знаю почему. Что? Какая сложность была перевести по-человечески? Золотая марка, она и в Африке золотая марка. Вот она, моя прекрасная золотистая катана. И она прекрасно, кстати, подходит к нашей одежде. Она с черной рукоятью и золотистым лезвием. Правда, здесь это как-то не так сильно видно. Золотая марка лучше всего выглядит в Моровинде, как-то не странно. Там она какая-то такая правильная, что ли. Ну, прям идеально под нас. И, в общем-то, ее характеристики. Что там? Урон огнем 22 и по умолчанию урон 27. Ну, естественно, он меняется в зависимости от наших способностей и нашего уровня, когда мы ее получаем. Но вот так вот посмотришь, прям идеально вписывается. Здесь, правда, серебряные узоры, но зато подходит под щит. Поэтому замечательно. Так, что у нас с луками тут, которые мы подбирали? А у нас вариант какой? 25 огнем. А тут, простите, я уже все забыла. Где она? Здесь просто 20. Ну, хуже, чем у меня. Сейчас с другой стороны. А, этот чистенький, да. Можно будет с ним что-нибудь сделать. Ну, ладно. Замечательно. У нас, кстати, смотрите, все действительно выдержано в таких черно-золотых. Золотых тонах. Ну, чуть-чуть серебряное присутствует в узорах. Но серебряное сочетается с эльфийскими стрелами, точнее, с их оперением. А золотистое, оно сочетается со щитом и, в общем-то, с колченом этих самых эльфийских стрел. При этом, смотрите, вот эта красная, деревянная, я так понимаю, часть, либо кожаная, скорее всего. Кожаная часть колчена, она сочетается с обратной стороной, да и вообще, в принципе, с любой стороной нашего меча. И с нашей шкуркой. В общем, все вот такое вот классненькое. Так, хорошо, ладно, замечательно. Но информация за услугой. Да, мне нужно вернуться к нашему замечательному архимагу, который меня очень раздражает своим и видом, и голосом, и манерами, и вообще всем, чем только можно. Не знаю почему, бесит он меня. В общем-то, немножечко погуляли по своим делам. И мы можем вернуться. И мне плевает, что я сейчас разбужу архимага. Нефиг спать, пока другие работают. Ну еще бы. Ой, там красненькое было. Типа нельзя заходить. Здрасте. Ну да, мини-марка говорит, вернулся. Да не за что. Еще что-нибудь. Хорошо, мы поняли. Забавно, конечно, то, что здесь реально говорят, что мне нужно время. Иди в жопу. В других пришел, ушел. Ушел, пришел. И все. Все квесты есть. Имперская обсерватория. Нужен ключ. Я не поняла вообще. Подожди. Блин. Не пускают. Ну, в принципе, и ладно. Не очень-то и хотелось. Хорошо, что у нас еще есть? Избавление от Лекса, кстати. А, это к скриве правил. Ну, можно было бы, конечно, сходить. Но как-то по пути хотела, чтобы все это было. С другой стороны, нам в Лейвинг к Сангвинскому заданию. Так что можно было бы выехать прямо сейчас, что называется. Подожди, слушай. Подожди, подожди, подожди. Таверна Рокси. Вот, давайте туда смотаемся. Там остановимся. Там учитель тяжелых доспехов присутствует. Возьмем у него задание. Потому что наверняка он ничего-нибудь хорошее опять поручит. Что такая долгая загрузка-то? Красота. Света. Да ладно! Здрасте. Новости какие-нибудь? Логично. Таверна Рокси. О, я уже вижу мастера. Что скажешь? Ты кто такой? Минуточка. Вообще, мне кажется, это чувак, который сидит за этим сам. Подожди. А, во. Пранул. Вот тут и он, наверное, да? Нет, это солдат. Что-то я не заметил, что там доспех. Это Ригмар. У вас такие вообще дружелюбные доспехи. Я не знаю, где Пранул-то. Может, он спит? Ес? Он, наверное, за дверьми сидит. Может, он вылезет? Короче. Я не буду ждать, пока он выйдет оттуда. Какого дьявола? Не так много времени. Проснись и пой. Учиться хочу, придурошин. Чего ты прячешься от народа? Хотя, если смотреть на тех, кто стоит внизу, это неудивительно. А вообще, кстати, получается, знаете, такая подстава. То есть, ты его не найдешь вообще никак, случайно, не встретишь нигде. Нужно прям, наверное, взломать к нему проход. То есть, ты-то думаешь, что просто закрытая дверь? Хотя, может быть, его тут и нет, кто знает. Что такое? Кто такая? Я не знаю. Я знаю, что она никогда не будет интересоваться в молодых мужчин, как мне. Это достаточно, чтобы быть рядом с ней, чтобы быть в своей компании. Слушай, друг позамечательный. Что тебе мешает пойти в магазин, купить этот долбанный серебряный кувшин и подарить ей? М? Непонятно. Ты ленила жопа. Женщину хочешь добиться, а выйти и сделать что-то для нее не можешь. У тебя кувшины продаются? Очень сильно, вряд ли, да? Ой, ну хоть еду купить. Хлебушка. Сыр! Сыр, 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 сыр. Естественно, Алистер отобряет. Так, мука-то не нужна мне. Окрок, пожалуйста. И папара-папа-помидорка. Бухляшка у меня еще есть? Обида, что даже не стыбзить эти долбаные чашки. Ну, в принципе, город-то близко. Че он там? Прям вот и то, и другое. Пренал попросил мне купить подарок для Малена, владельца таверны Рокси. Мне нужно разыскать серебряный кувшин и четыре серебряных стакана и принести ему. Ну, кувшин это, в принципе, не проблема. Да вообще ничего не проблема. Хотя, когда я начну искать, я наверняка ничего не найду. Как это обычно и бывает. Так, ну хорошо, ладно. Там стражник. Мне это, в принципе, не срочно. Нужно все купить. Здесь на Вальсвелле можно купить серебряные чашки все эти? Наверное, нет. Какая беда, какая досада. Ну, вообще, кстати, стопроцентно есть что-то такое в Бруме. Там был магазинчик, где всякое непонятное продавали. Ненужное в обычной игре. К тому же, можно зайти домой и стрельбить там. У себя взять, точнее. Я все равно не пользуюсь. В дороге постоянно ем. Нафига оно мне. Так, ну, сперва, конечно, попробуем в Новороме поглядеть. Ну, да. Вообще-то она говорила, что у тебя глаза настоящего... О-о-о-о-о. Объединенные штаны, слушай. Атлетика, акробатика, сила воли каши падает. Человек говорит, глаза настоящего лучника. А не просто зоркие глаза. Так, слушай, а у тебя как? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп. А ты что-нибудь продаешь? Продаешь? Нет, не продаешь. Ну, ладно. Где-то тут еще, по-моему, магазинчик был. Нет? Это гостиница. Нафиг она не нужна мне? Это... Это хомунские дома всякие. Нет, давайте тогда возьмем со своего стола что-нибудь. У меня же наверняка есть какие-нибудь стаканы-то серебряные. Блин, у меня все голениное. А, это оловен. Да что ж такое-то? Че вся оловянная-то? Баранина-груша. А тут у меня есть что-нибудь оловянная-оловянная, каменная. Че-то я бедно-живую смотрю, да? У меня нет серебряного ничего. Да как так-то? Оловянные кувшины. Да ладно, стыщ. Тут у меня всякая... Тут у меня, типа, коричневые чашки. А коричневая чашка из чего я сделала? Я у меня есть серебра, да? Какая досада, слушай. Беда. Хорошо. Главное, что у нас есть три этих самых. Слушай, подожди-ка. А я могу как-то прокраситься, например, в чей-нибудь дом стыбзить? Кстати, вот тут как раз простой замок. Можно в гильдии магов было бы поискать. Ну, кому это надо? Я зря сюда зашла. Надо было через подвал идти. Именно так. Ладно. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы зайдем через подвал. Наверняка в подвале что-нибудь стоит. Этот дом богатый и все такое. Давно мы вора не отыгрывали, да? Полноценного, я имею в виду, такого. Который не по гильдиям бегает. И не по заданиям от них. А по своим нуждам. Так, ну этот урод по подвала вроде не вошкается. Так, давай посмотрим. Глиняный, глиняный. Слушай, неужели нет серебряных? Слушайте, что-то прям страшное с игрой творится. Вылет на вылет. И что вдруг случилось-то? Ну, ладно. Нам всего лишь нужно найти... О! Серебряный кувшин. Две штуки все возьму. Вот! Подожди, а он говорил, серебряные чашки или кубки? Четыре стакана. Нет, давайте возьмем и кубки, и стаканы, и все, что найдем. В принципе... Ой, ух, черт. Если мы нашли... Чашки... И кубки... Точнее, кубки, если мы нашли, наверняка найдем и ч... Эй, случайно. Наверняка где-нибудь тут найдем и чашечки. Конечно, вряд ли тут. Так, я что-то смотрела только что, да? Что-то я опять про эти вылеты задумалась. Керамическая пивная кружка. Так, ну в принципе, у меня есть кувшин. Я опять сюда смотрю зачем-то. Мне осталось только еще одну чашечку найти. И все будет хорошо. Где ее можно найти? Так, все подумать. Вообще, нужно поискать в гильдии магов. Там наверняка одна какая-нибудь чашка стоит, никому не нужная. Я очень надеюсь, по крайней мере. Да. Ты все учишься? Ну, хоть... Ладно, хоть старается, пытается. Не, ну тут, конечно, искать-то смысла нет. Надо идти смотреть в столовке местной. Квест в поисках кружек. Просто потрясающе. Так, тут ничего, к сожалению. Во. А, нет, здесь все керамическое. Блин, ребята, что-то вот тут как-то... Совсем не заботитесь об обстановке серебряная урна. Я могу урну принести? Можно я принесу одну урну вместо чашки? Ну да, есть такое. Слушайте, беда. Чашек нет. Керамика одна и все. Как жить-то в таком мире? Знаете, где мы еще сейчас посмотрим? Кажется, сомневаюсь, что там есть, но... Чего тут чашечка не завалялась? Шмотки. Да, беда бедовая, конечно. Тут тоже ничего. Серебряный стакан! Господи! Как чувствовала, что здесь должно быть. Не прогадала. Хотя почти уже отчаялась. Отчаялась, если честно. Так, ну хорошо. У нас есть кувшин и четыре серебряных стакана. Правильно? Все у нас есть, все попадает. Вперед-обратно. Вперед-обратно. Что? Ну вы поняли. Ну это было быстрее. Чем я думала. Мне же нужно ему прям отдать, да? Стоп! Я забыла. А хотя, может, сработает? Я же их стыбзила. Я надеюсь, сработает. Да. Да. Угу. А-а-а! То есть вот так вот, да? Здрасте. У меня для тебя есть подарок. Мы с тобой в прошлом неплохо общались. Помнишь? Я там некроманшу убил. Ты меня поблагодарила. И, в общем-то, я решила порадовать тебя. У тебя в последнее время были стрессы. Ну да. Ну да. Он рядом стоит, кстати. Эх, ладно. Да. Четыре серебряная стакана удалена. Но то, что я их стырила, слава богу, никак не сказалось. Ой, я же забыла. Он же у меня должен был поучить за это. Самое главное, ты забыла. А ты подарок сделала? Да, да, удалось. Ну давай. Ну и у меня все вкачано, да. К сожалению, на данный момент. Ну ничего, мы сюда еще вернемся. Попало очень уровень. Да и вернемся. Чего бы нет-то. Лепота. Черт, врата эти гребаные. Им не дают спокойно жить. Мне все-таки кажется, кстати, что, возможно, вылеты все-таки из-за этого ИНБ. Он же что-то там неправильно отображает некоторые эффекты. Может быть, это как-то, я не знаю, связано. Здравствуй, свинюха. Будет сразу жареное мясо. Бифштекс. Так, там есть... Ой, блин, Зивиллиан там хочет. Вот дофига там, ребят. И рядом имперский город прям. Ой. Знаете что, давайте мы тут приостановимся. Вот тут вот. С прекрасным видом на имперский город. Я пойду за кадром закрою эти врата. И, в общем-то, встретимся с вами уже в следующей серии. Действительно, кстати, этот чувак будет агриться на врата. Или он забьет и мимо проедет. Скорее всего, второе. Ах, стражники. Нахрена, мы эти врата не сдались. Они просто едут мимо. Ну, в общем, в следующей серии с вами выдвинемся, я думаю, в Бравил. Вообще, в те южные места. Потому что гильдия воров, все такое. Ну и плюс. Нужно все-таки в Левен смотаться. Выполнить квест Сангвина. Ох, золотая марка. Она что-то какая-то нифига не золотая. Может быть, я не знаю. Может, НБ как-то ее темнит. Но. Все-таки золотая марка с самым золотым таким приятным оттенком обладала. Именно в Моровинде. Там вообще прекрасный меч выглядит. В любом случае, надеюсь, что вам понравилось. И если это так, обязательно ставьте подсверх. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь. Завейте друзей. Не забывайте заглядывать в описание. И до встречи в следующей серии. С вами была Сэвен Кузя Абливер. Всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова